Все чаще, когда я с кем-то общаюсь, конечно же, спрашивают, почему образовательные технологии, откуда это вообще все пошло, как история. Ну, в общем, 10 лет назад в политехе я была на одном из курсов, и, в общем, профессор дал нам такую задачу, проблему решить. Представьте, что я бы хотела сразу видеть фидбэк того, что студенты сейчас думают в данный момент, когда я презентую мою лекцию, и видеть как-то настроение студентов, но при этом, чтобы меня не перебивали, то есть вот в таком каком-то анонимно-неанонимном формате. И оттуда возникла система AskBox, про которую, как вы уже поняли, кто этот профессор, и про которую вам уже рассказывали, скорее всего, на первой встрече, как я знаю. Система интерактивных сообщений, мгновенная система интерактивных сообщений, и это было 10 лет назад, и это был мой первый проект. То есть для меня это был просто какой-то проект. И потом вторая вещь, которая меня невероятно заинтересовала, это курс Эдекса. В принципе, я думаю, что вы знаете, может быть, Курсеру, но Эдекс — это аналогичная платформа Курсери. И вот она существует примерно с 2012 года, и в 2012 году я начала проходить первые курсы на Эдексе, сидя на лекции в политехе. Надеюсь, профессора из политехи меня сейчас не слушают. И это был как бы невероятный прорыв, что ты можешь сидеть на лекции у профессора в Петербурге и слушать какую-то невероятную лекцию из другого университета в Америке, которая может быть более короткая, более увлекательная со своего экрана компьютера. Вот это были два таких момента, которые меня двинули в направлении образовательных технологий. И дальше я переехала в Финляндию на магистрскую, делала свою магистрскую, и она была как раз-таки уже по теме перевернутого обучения, но в ней мы больше смотрели вообще, насколько это был 2014 год, и мы больше смотрели, насколько вообще профессора заинтересованы в перевернутом обучении, насколько они знают, что такое перевернутое обучение, мы собирали результаты оттуда. И в итоге получилось так, что я продолжила писать диссертацию по перевернутому обучению, и в течение этого времени мы создавали разные курсы, и пытались их вот как Systematic Creativity and Trees, вот этот курс мы пытались трансформировать, и я покажу как раз-таки кейс-стади, как мы пытались его трансформировать в течение этого времени в перевернутый класс, потом там в онлайн-класс, в гибридный, начиная с идеи перевернутого класса. И как правильно упомянули, CFA, очень-очень важный проект, в котором я принимаю активное участие. Я надеюсь, что вы тоже познакомитесь с CFA в течение этих вебинаров намного больше, и вся идея CFA в том, что вся общая концепция того, что образование должно быть более с влиянием индустрии там, то, что образование, наша идея, когда мы писали про пошел, именно была в том, что образование не только в университете, образование должно быть более реальным, более проектным, более skill-based, вот в таком формате. И, наверное, упомяну мой последний проект, компанию, не проект. Мы открыли компанию в Финляндии, которая является онлайн-платформой для обучения. И вам уже удалось, наверное, кому-то, по крайней мере, как минимум 50-60 людям удалось пройти по ней во время подготовительных материалов, я разместила на ней подготовительные материалы. Общая идея, почему вообще мне захотелось работать над онлайн-платформой для обучения, потому что я экспериментировала с разными курсами до этого, с разными, конечно же, платформами и технологиями. И мне не очень нравилось то, как создаются курсы, как выстраивается весь дизайн обучения, потому что мне всегда казалось, что это слишком сложно, можно сделать намного более проще или user-friendly. И поэтому мы создали компанию и построили свою технологию, и сейчас занимаемся именно помощью компаниям для обучения своих клиентов. То есть, примером, тут может быть, например, в России я знаю, что банк Тинькофф обучает своих клиентов. И идея в том, что мы предоставляем платформу для того, чтобы любая компания могла ее забронить и обучать клиентов. Но также у нас разные учителя создают онлайн-школы. И вообще просто кажется, что есть такая тенденция, что на рынке обучение происходит демократизация, появляется намного больше разных участников, кроме университетов и официальных. Люди открывают свои онлайн-школы, компании открывают свои онлайн-школы. И вот в этой всей тенденции и COVID плюс подспорье этому всему. Вот, это очень быстренько я попыталась рассказать про проекты. И потом можно еще задать вопросы. И хотелось бы вот начать с дискуссии уже. Почему вообще вам захотелось узнать именно о Flip Classroom? То есть вы не знаете, что такое Flip Classroom вообще, и нет никакой идеи, что это такое. И поэтому это так интересно. Или вы уже используете ее и хотите чуть больше углубиться. Это очень сильно поможет мне в том, как вести диалог, как рассказывать вам. И это очень классно, что я вижу, что уже несколько людей используют ее. И это очень маленький князь. Продолжение следует...